Спасибо. Я был очень молодым, когда вы изменили мир. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас. Я был молодым человеком, когда вы изменили мир. Слушайте, даже я был молодым. Когда-то. И я хочу сказать, что мы очень очень благодарны. Я не ручный, я не политичный. Я просто журналист, но я свободный человек. Спасибо за это. По-моему, это самое главное. А уж каждый должен уметь распорядиться демократией и свободой. Спасибо. Но вы думаете, что вы имеете в виду от ваших людей, от бывшего Советского Союза, политики, республик бывшего Союза признают то, что вы сделали? Это вопрос интересный. Вчера это был один уровень признания, а совсем уже другой. Сейчас. Те люди, которые оказались в трудном положении, особенно пожилые люди, они во времена Ельцина потеряли гарантии, которые были в Советском Союзе для них. Люди, предприятия которых оказались в тяжелом положении, разрушены. Но сейчас все меняется. И, конечно, молодежь уже назад никакими судьбами не повернешь. Это ее время. Я думаю, что самое тяжелое мы пережили, но я не скажу, что сейчас легко для всех. Нет, нет. Поэтому свобода. Пользуйтесь. Но вы думаете, что все речные люди из Европы, из России, они действительно понимают, что они должны выразить свою благодарность, потому что они бы не достигли всего. Они понимают это? Вы знаете, я не за благодарность ведь все делал. И мои коллеги, мы начинали в такой ситуации, когда могло бы почти стихийно пошло бы разрушение, разударство. Надо было перехватить это и придать какой-то характер организованный. Направление мы выбрали правильное, но очень трудно. Нам очень трудно было менять все. Невероятно в такой стране проводить такие реформы масштабные. Очень трудно. Но мне думается, что теперь уже. Надо учиться и учиться жить в этом новом мире. Я хочу также благодарить вас, потому что в последние 20 лет вы не изменили, вы остались таким же большим лидером, таким сильным человеком. И что касается внутренних проблем и способов их решения, я остаюсь на этих позициях. И что касается внешних. Очень многие хотят воспользоваться каким-то шансом, каким-то моментом. Это не политика. Это спекуляции. А чтобы сделать то, что мы должны сделать в наших странах, а они вошли с некоторыми различиями, но в одном направлении. Это требует больших усилий, сотрудничества. Думаю, что еще много придется работать. И нам, и вам, всем. Когда вы чувствовали, что вы были в этом мире, в этом мире, в этом мире? Когда был первый момент, когда вы чувствовали, что люди из секретных сервисов, из вашего страны, оставили вас в этом мире, только с вашей красивой и очень красивой человеком, Раиса Громачевна? Когда вы почувствовали, что вы остались, ну, вроде бы в одиночестве. Был такой момент, когда вы почувствовали, что даже и соратники, а тем более спецслужбы и другие, оставили вас в одиночестве, подвели вас, и вы во всей этой буре оказались в одиночестве, ну, может быть, с вашей замечательной, очаровательной женой Раисой, а вокруг ничего. Ну, знаете, ведь вот ситуация такова, что среди, которые были, остались со мной. Такие, как Павел. И еще много таких. А много просто пошли туда, где им больше платили. И ничего, у них один был. Так что перестройка показала, кто чего стоит. Ну, жизнь все расставляет по местам. Но жизнь, в основном, все в правильном месте. А вы ожидали, что результатом перестройки будет такой быстрый приход демократии во все эти страны? Нет, все-таки я рассчитывал, что нам на модернизацию, на выход из тоталитарного прошлого, создание демократических институтов, рыночной экономики. И это все потребует лет 25-30. Но когда включился народ в эти процессы изменений, то их требования быстрейших перемещений стали большими, чем они были. И поэтому пришлось с этим считаться. Поэтому я думаю, что темпы ли очень были высокими. Даже мы не успевали все. Мы это кто? Те, кто руководил реформами. А уж простой народ. Им тем более трудно было свой. И это, конечно, очень тяжелое время было. Я скажу то, что, может быть, покажется вам немножко страстным и другим страстным. Вы проявили, может быть, чрезмерную терпимость в отношении Чаушеска. Вы могли бы как-то на него нажать. Почему вы проявили к нему какую-то терпимость и даже какое-то взаимопонимание, что вы... Не к нему, а уважение к румынам. Это их страна, их история, их элиты, и бизнес-элиты, и политические элиты. И румыны должны сами научиться все решать и делать. А если будем развозить демократию, как кофе, распакованное по кофе, и давать... Это не демократия. Это неустойчиво, ненадежно. Вчера вы сказали нечто очень важное для меня, если бы вы этого не сказали, то очень это восстанавливало. И я верю, что смерть Чаушеску не отрежет из Москвы. Теперь, после того, как вы сказали, уверен в том, что расправа с Чаушеской произошла не по приказу из Москвы. Такого не было никогда вообще. Он трудный был собеседник, неугомонный. Его трудно было остановить, когда он начинал говорить. И все-таки мы с ним ладили. И вчера вы сказали, что не надо было его, как зверя, вот так с ним справляться. Вы кого-то в Румынии в этом обвиняете? Нет, конечно. Вы считаете, что кто-то в этом виноват? Нет, я тут смотрю, что это, наверное, такой разгул стихии. И потом, видимо, он очень оскорбил шахтеров, рабочий народ. Раз и ты, ты приказал стрелять в нас, да ты нам не нужен, и они с ним... Это плохо. Поэтому вот такая ситуация, прощать, прощать руководителю, который дал команду, разрешил и даже дал команду стрелять по своему народу, это, конечно, для меня это не при... Это превыше всего. Вы изменили гигантскую страну, 300 миллионов человек. Но люди, которые умерли в Румынии, они больше, чем все эти страны вместе, и больше после 22 декабря. Как вы объясните? Как вы объясните, что в большинстве стран, где шли перемены, начатые вами, все-таки было значительно меньше жертв, чем в Румынии? В Румынии погибло после 22 декабря больше людей, чем во всех остальных странах вместе взятых. Но я думаю, это последствия все-таки того режима. Он и правил так авторитарно. И когда возникли проблемы, и народ вышел недовольный с требованием, он продолжал действовать как диктаторский. Я думаю, только этим можно. Люди могут простить. У них, у всех народов есть. Им жалко, часто бывает. Здесь они не могли простить. Мы же сейчас видим, все-таки, Румыния восприняла демократию, идет по пути демократизации. Есть партии, которые соревнуются. Это говорит о многом. И это, я думаю, показывает огромное мнение. Два минуты только. Вы думаете, сейчас, в тот момент, когда они сказали, что мы должны убить Чавушевского, потому что, если бы террористы не остановятся, Вы думаете, что это могло быть ложь? Вот как Вы думаете? Вам, наверное, сказали, что Чавушевского убили. Многие даже сказали, что его расстреляют, потому что, если с ним не покончить, то государственный терроризм, нападение на демонстрантов, на людей будет продолжаться. Как Вы считаете, это было оправданно или это было ложь? Может, это было ложь? Вам в этот момент сообщали о том, что его собираются расстрелять? Нет. И не обязаны были сообщать. Это Ваша проблема. А после этого Вам так это объясняли? Никто мне не объяснял, я сам себе объяснил. Что при всех крайностях, все-таки, нужно действовать демократически, судить народным судом. от этого больше пользы. Но я не мог не мог осудить тех, кто пошел на это, потому что сам он стрелял в народ. И последние два вопроса. Вы помните такого человека по фамилии Брукан? А кто это такой? Он сказал, что встречался с Вами в 89-м году в Москве. Со мной встречается примерно миллион человек, не меньше. А кто это такой? Вы его знаете? Я его знаю. Он утверждал, что встречался с Вами в 19-м году. Ну, тогда на Елеску надо и спрашивать. Я его не знаю. Я Елеску узнал уже в 90-м году, в конце, по-моему, даже. Я знал, что есть Елеску. Ну и все. Знаете, в такие моменты очень много нагромождения. В моментах, в такие моменты, многие вещи сказали. Они подняли много разговоров. Спасибо большое, мистер президент. Я просто хочу спросить последнюю вопрос. Почему Вы не называли армию, минерами, в 1991? Потому что Вы могли бы это сделать, чтобы вы проживали в Вашей президенте, потому что это не демократичная... В 1991 году, почему Вы не обратились к народу, к армии, может быть, к рабочим, к шахтерам? Может быть, это спасло бы Ваше президентство? Ведь Вас не демократическим путем... Нет, Вы знаете, все сложнее, чем Вы думаете. Потому что, когда пуч... Многие сказали, так это вот... Запустили тут такой монет. Это Горбачев организовал пуч. Ельцин противопоставил себя. И пучистов мы арестовали и посадили. И их приговорили уже. Приговорили их, как совершивших государственный переворот. Но Ельцин, когда он сам расстрелял парламент, разменял с коммунистами. Но это все было позже, как бы. Поэтому... Моя ситуация после путча и после того, когда Ельцин поднялся как герой на этом, очень осложнилась. Очень осложнилась. Потому что еще в конце 90-го года все опросы показывали колоссальный рейтинг мой. А в Ельцин где-то было 15-20% максимум. А потом быстро все изменилось. Вот момент, провал. И в этой ситуации я, кстати, обращался и к людям. Я сказал, что не могут три человека покончить с государством. Нужно, чтобы это решал народ. Нужно, чтобы все собирать. Но это уже не проходило. Спасибо большое. Спасибо большое, мистер Борошенко. Следующая вопрос. Просто о том, что Буш или Рейган? Последний вопрос. Не для записи. Вот так я сформулировал. Буш или Рейган? Буш и Рейган. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok